Друзья, сегодня у нас в гостях 11-я ракетка мира, трехкратная призерка, чемпионка Европы и третья в мире в командах, Виктория Павлович. Вик, как быть 11-я в мире? Как сложно туда подняться и как легко оттуда спуститься? Подняться? Подняться очень сложно. 11-я в мире. Сейчас посмотреть, если на таблицу ITTF, там одни азиаты, китайцы, корейцы. По-моему, даже двадцатки европейцы не встретили. Если встретить, то это натурализованный азиат какой-нибудь. В то время было 11-я. Я и за мной буквально или передо мной на одно место была Тамара Борыш. Мы две европейки, которые отстаивали европейскую честь. Подняться, мне кажется, для любого результата, чтобы достичь чего-то, нужно очень много-много работать. Сейчас, мне кажется, сейчас просто нереально 11-я строчка в мировой классификации спортсменов. Дома листочек этот вырезан и повешен в рамочку на стене. Да, 11-я была. Долго? Ну, я думаю, что буквально до следующего протора, потому что эти проторы очень часто были тогда. И тогда я была действующая спортсменкой. Мы очень много ездили. Ну, держалась немножко, да. Молодец! Все, Белорусска выигрывает золото чемпионата Европы. Там Вероника плачет, уже рыдает на плече у Александра Николаевича Питкевича. Ну, и вот Вика тоже на радостях расплакалась. Золото у команды Белоруссии. Бронза в команде, в женской, серебро в мужской команде. И вот золото в индивидуальном личном первенстве. Поздравляем Викторию Павлович. Это у нее, по-моему, девятая уже медаль на чемпионатах Европы. Вторая золотая. Первая была добыта в паре со Светланой Ганиной в 2007 году. Молодец! С азиатами сложно конкурировать? В то время был другой мяч. Другое качество мяча. Я своими длинными шипами пилила все. А они очень сильно вращали. То есть не играли сильно-сильно мощно, как вот сейчас вот играют в женский настольный теннис. Они все вращали. И я шипами этими длинными отдавала вращение. И мне такое было, такое удовлетворение, что я могу отбить все. Сейчас сложнее. Сейчас намного сложнее. Намного сложнее. Я даже к концу своей карьеры начала пробовать, может поменять мне шипы. Потому что, ну, сейчас просто бросают. Вот этим сорокровым мячом без вращения. Можно открыть ракетку и поднимать. И так можно бесконечно. А плоский мяч невозможно сильно запилить. Вик, вопрос от Ольги Воробьевой. Она задала вот прям буквально перестречу, мы с ней общались, и она спрашивает. Как она там слева пилиться? У нее нет? Всегда пилилась. Очень сильно. Длинным шипом причем. Непонятно, как она это делает. Оленька, милая, уже не пилилась. Всегда пилилась. Уже не пилилась мяч. Если бы вы увидели, Вика перевернула ракетку, играла справа не гладкой накладкой, а попырями. А от попырей у нее все время идет хорошее нижнее вращение. Длинным шипом. Сейчас уже непонятно, как вращается. Уже не пилится, да. Вообще не пилится. Вообще не прокручивается. Нет, ну конечно вращение есть, естественно. Если нападающий сделает хороший качественный топ спин с вращением. Сейчас больше такой силовой. За этим мячом силовой ты не спошел. Да, силовой. И за счет этого мяча он скоростной. Он очень быстро летит. Его очень сложно обрабатывать. Сейчас я считаю, что вообще молодым спортсменам бесперспективно. Играть в защите. Это не нужно. Или хотя бы выбирать вариант очень много атакующих действий. Получается, что слева резать, справа перекручивать. И также можно промежуточную игру добавлять и топ спины, и все что угодно. И скидки. То есть варьировать. За счет этого может защитник. Но защитникам уже назвать полноценно, что чистый защитник. Такого уже, мне кажется, понятия нет. Мне кажется, что ты такой яркий представитель именно классического защитника. Чистого стиля. Виктория Погович. И Женя Четинин, который еще пилили вот это справа, где куча вращения. А сейчас их нету. Нету. Золото завоевали итальянки не только своими собственными усилиями, но и усилиями лидера итальянской федерации Стефано Босси. Ну и, конечно, парировать, отразить такой удар невозможно. А как ты пыталась перестраивать свою игру при вот этих нововведениях? Конечно, старалась. Меняла инвентарь, эксперименты, игра не шла, ничего не получалось. Во-первых, я наставила гладкую накладку немножко толще, чтобы при моих атакующих действиях это было эффективно. Очень много тренировала топ-спин слева. Может, вы видели на видео, что я все-таки включала в свою игру топ-спин слева и удары. И уже в конце своей спортивной карьеры даже уже перекручивала. Но уже время пришло, и мало времени было для того, чтобы совершенствоваться еще больше. Поэтому пришлось немножко... Да, зачихнеться. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Две бронзы на чемпионате Европы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Команда состоящая из спортсменки из России Светланы Ганиной и Виктории Павлович Два лидера своих стран объединились Чтобы бороться за золото Где мы там кстати со Светланой Ганиной Заняли первое место золото В паре Когда была бронзовая медаль у меня еще в личном Знаете что я первое сказала после того Как попала в четверку Ну наконец-то Я уже в четверке Европейского чемпионата А потом как-то Честно говоря я Не унывала Я знала что я добьюсь чего-то Верьте в себя Мне европейские специалисты говорили Что ты будешь одной из лучших Не скромно конечно Но Так и случилось Тем более командный чемпионат мира Это вот это начало Это бронза на чемпионате мира Кто из постсоветского пространства Не было такого Не было такого И Беларусь Третья Сейчас я буду спрашивать про зал Я же такие вот Не надо Ну почему Абусева Ну вот мы обсуждали с Абусевым Все равно мы дали хоть толчок Со скачком обсуждали Что мы обсуждали Значит нужно пробовать играть Надо пробовать Надо ехать туда играть во вторую немецкую лигу Надо пока если нет соревнований Надо пробовать Надо чтоб федерация разговаривала Чтобы играть в Китай Возили в Китай Она сейчас вроде как Молодежь ездит в Китай Договариваю с федерацией Да С Китаем Нужно же как-то озвучить проблему Почему? Ну я как бы и свободно Можете Вот Особенно защитник Я очень люблю Я очень люблю Я Вик Вик Вивала Вива Виктория Звезда вот такого масштаба Вы тренируете В зале Про какие даете минимальные частные уроки Нет Не было ли предложения от федерации республики Беларусь Может быть здесь Может быть от каких-то клубов Ну заняться такой более Более серьезной деятельностью Потому что Такой колоссальный опыт С которым нужно и можно делиться С молодежи Тем более сейчас защитников Ну их вообще нет Я понимаю ваш вопрос Ну предложения в республике Беларусь Конечно были Однозначно были Но как бы Я понимала что Я переезжаю сюда Потому что Мы долгое время уже жили с мужем На два города Он здесь работает И вот эти переезды уже все-таки Нам немножко надоели И вот решили Что мы здесь Может быть Будем оставаться И продолжать Растить ребенка Может у нее даже какое-то будущее Больше здесь Открыто для предложений Ну пока у меня предложения От российской федерации Еще не поступало Ну Во-первых Я очень короткий промежуток времени Здесь нахожусь Я только с летом С начала лета здесь Ну муж у тебя гражданин России Ты гражданка республики Беларусь Да И я дочь Гражданка республики Беларусь И вот мы сейчас Очень занимаемся Очень длительным процессом Оформления документов Это все не так просто Хотя мы союзное государство То есть Проблемы Не то что проблемы Это просто длительный процесс Вот мы вид на жительство Ждем уже третий месяц пошел То есть А соответственно Если вид на жительство то есть Это мы уже спокойно Устроиться на работу В поликлинику Год назад она стала мамой Но сумела быстро восстановиться И завоевала путевку на Олимпиаду Если для Самсонова игры в Рио Станут шестыми То для Виктории Павлович пятыми Это очень сложно Я конечно восхищаюсь тоже Всеми спортсменками Которые вернулись После рождения детей Потому что это на самом деле сложно Ну скажи что на Самсонова похожа Очень похожа Я не могу Я иду просто с вторым плову Самсонова Настальше В переулке Слава что у меня Есть огромная семья Это же из брата Вик ты не смотрела брата? Конечно смотрела Но этот момент я не помню Вот скажи мне Американец В чем правда? Вик до какого возраста Можно играть Настольный теннис На высоком уровне Потому что сейчас У китайца Посмотришь Там смена поколения Там в 28 Практически уже на пенсию отправляют Китайцев это другая история Потому что у них там За одним может еще 10 человек Таких же быть Я вообще считаю Что спортсмен сам решает Когда ему заканчивать Когда ему приятно Это дело Чем он занимается Я долгожитель В спорте И как бы И считаю Что вот Как спортсмен Себя чувствует И когда чувствует Когда ему закончить Вот это его Личное дело А там Кто-то там Говорит Что Он старый Пора ему заканчивать Это вообще не надо слушать I'm just one player I'm just one grandmom Я люблю тебя Нужно заканчивать На хорошей ноте И уходить красиво Чтобы тебя запомнили Вот этот момент Очень спорный Ты Европы забрала Бронза на мире Сначала бронза на мире Сначала бронза на мире Три Европы Красиво Но я играла еще на хорошем уровне Я играла еще на хорошем А сейчас? Сейчас уже все Закончили Все Хватит Я уже почти Как давно ты закончила Как давно? Но за сборную Я уже не выступаю 5-6 Есть один минус Что на нынешнем На турнире Не будет Не Владимира Самсонова Не Виктория Павловича Все-таки почему? Потому что Хотелось бы посмотреть Но она Все дело в том Что Как бы Виктория вообще сказала Что она заканчивает выступать И на сегодняшний момент Есть с ней договоренность персональная Что она сыграет Только отборочный командный Олимпийский турнир Который состоится 20-26 января В португальском Гандамаре И все На этом она заканчивает Поэтому Здесь ей уже играть Как бы не было смысла никакого Потому что она уже приняла решение Что она не играет Сестра, например Еще раньше закончила То есть Каждый Человек Каждый спортсмен Чувствует этот момент Когда надо Не надо тянуть резину Лучше на хорошей ноте заканчивать Ну ты считаешь Ты вовремя закончила? Даже поздновато немножко Переиграла Переиграла Да Ну и сейчас Чем планируешь Ты переехала В Москву Чем планируешь Заниматься? Заниматься Ну Можно попробовать Тренерскую работу Но Но это не точно Но это не точно Да Я скажу Что Много времени Сейчас ты посещаешь ребенку Много времени Сейчас я уделяю ребенку Потому что Школа Потом секция Она занимается у нас И теннисом И плаванием И так вроде Неплохо получается Особенно плавание И вот как я говорила Расстояние московское Меня просто Выбивает из колеи Я Еще не привыкла С утра до вечера Занято И Не знаю пока Как это все Развозишь Туда-сюда Да За руль Я пока боюсь Садиться Потому что Меня эти пробки Пугают Пугают Очень сильно Сейчас навигация Не работает Навигация не работает Поэтому Сложнее немножко А как мой муж говорит Если свернешь Не туда куда надо То тебе придется Очень много Объезжать Да Я очень У меня этого Боюсь За столь долгое время Объездили весь мир Объездила весь мир Я вам скажу Что много городов Мне нравится Ну мой Обожаемый город Это Санкт-Петербург Лучший город Земли Я просто Я балдею Вот Атмосфера Какой-то Вот Я не знаю Величие Энергетика Своя Своя Энергетика Это величие Столько Архитектуры Ну Петербург Это Моя любовь А где еще Вы были Где Лучше спросить Где не были Или Ну Вообще Еще Какую страну Город Какой-то Стране Выделили бы Наверное Голландию Такая Очень специфическая Страна Веселенькая 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 Как-то Меня это Очень-то Уже Впечатлило Такой Вова Самсонова Очень Много Виктория Павлович Вик Слушай Столько у тебя заслуг. Где именно основания? Почему никто не предложил сделать его? Я не знаю, почему мне не предложили. Честно признаюсь, я даже писала. На Типхар? Как правильно? Нет, у меня тогда был контракт с Баттерфляем. И я только могла обратиться тогда в Баттерфля. Я даже писала. Я сначала очень долгое время ждала. То есть ты писала сама? Тебе не предложили? Ты три Европы выиграла? Да, я ждала, я все-таки думала, что мне предложат. Ну, хотя бы какое-то одно основание, чтобы было написано Павло или Никтое. Но не предлагали. Потом я написала даже. И мне ответили, что мы покажем письмо ваше главному Баттерфляю. Ну, ты писала на Баттерфля. А если попытаться можно было с Типхаром? Типхар или Тибар? Я Типхар. Типхар? Да, по-немецки. А сколько языков ты знаешь? Ну, знаю немецкий, немножко английский. Я очень рада за этот результат. Хорватский немножко. Белорусский, русский. Я не такой полиглок, как Вова Сапсонова. Вова вообще английский, немецкий, французский, сербский. Говорят, на столном теннисе важен характер. Да. Я скажу, что у меня есть характер. Вот я скажу, что я спортсменка с характером. А в чем он проявляется? Что? Терпение. Терпение. Терпение то, что ты, если ты идешь к своей цели, то ты достигнешь ее. Человек жесткий должен быть. Я не жесткая. Я терпеливая, молчаливая, идущая к своей цели. Максималистка. Причем я сейчас это все перекладываю на дочку. То есть, в смысле, такая требовательная. Я иногда просто... К себе. И уже к ней. К себе, и потом уже перекладываешь на дочь. Да. И думаю, Боже, Вика, что ты делаешь? Володя Самсонов. Ну, мягкий, добродушный, душевный человек, не жесткий. Ну, так, по тем кадрам, когда он был у нас, когда мы с ним общались в гостях. И такие результаты. Ну, я вообще разделяю... Вова — это гений. Я разделяю эти два понятия. Гений и талант. Вот спортсмены... То есть, талант — это одно, а гений — это уже вообще верхушка айсберга. Да. Таких единиц, как Вова. А правда, говорят, что я, по крайней мере, так слышал, что он... Ну, потянуться не мог даже. Да, было такое. Если задуматься, то по тем критериям, которые были у нас составлены, Володя бы Самсонов не прошел. Я бы не отобрался. Но у него преобладали другие качества, которые... Как бы они стояли выше, чем те, которые мы, допустим, считали тоже очень важными. Допустим, прыжок в длину не мог сделать, потянуться не мог. Не было такой сильной, хорошей прыгучки. Все компенсировал друг таланта с чувством мяча, своими длинными руками, своей техникой, свое видение площадки. Зато он был вынослим, зато очень хорошая координация, очень сообразительная, очень понимал, легко воспринимал материал. За столом ЭВМ. Да, да, да. То есть, это чувство, талант... Талант — это другое. Он гений. Это гений. Он гений. Может быть, я талантлива. Быть талантливой. А он гений. Он гениален просто. То есть, ему можно было, в принципе, не тренироваться. Как его тренировки? Вот он над своей физической формой не работал. Ну, наверное, это не надо было. Все ездят на сборы, все бегают кроссы, все сумасшедшие какие-то залы работают. Это Вова Самсонова гений и этого... Не, ну он же тренировался. То есть, за столом он тренировался? Да, он за столом тренировался. И, как говорится, мне кажется, как все спортсмены пахал. Я объяснил один раз, как делать. Он это делал мгновенно. То есть, другому надо было там два-три месяца это вдалбливать и ждать, когда у него, в конце концов, уночный депутат. За одно-два занятия он выполнял сумасшедшие вращения и сложные координационные какие-то действия. У нас пришла. Угу. Так, значит, мы все в бутерфляре. Я сегодня буду в черном. Хорошо. Ну, я все подготовил. Угу. Черное. О, джентльмены. Леди и джентльмены, наш выпуск подошел к концу. Вы можете поставить лайк этому видео, и тогда труд людей, которые над ним работали, будет отценен в достоинстве. Мы верим вас. Не скупитесь. И да, мастер-класса столов с Викторией Павловичем мы еще не сняли. Просто что-то попозировали, и мы ностальгировали по мячевой стиле обуви. Поэтому тему для будущего ролика с 11-й ракеткой мира можете предложить своим. Просто оставив комментарий под видео. И вообще, заглядывайте на гости. Город Москва. Хладильный переулок, дом 3. Место спорта. Эксперт в область статского тенниса. А теперь еще и блогеры. Спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Виктория уже его посмотрела. Она немножко скептически относится к своей фигуре на экране. Но, по-моему, получилось очень душевно. Поэтому давайте поддержим Викторию пальцем вверх и комментарием. А мы от себя в этом выпуске разыграем вот такую деревяшку. Новенькую Фанжин Донг АЛС. Описание конкурса под видео. Читаем описание.